В России никак не хотят признавать, что помощь союзников по программе Ленд-Лиза стала главным фактором победы над нацизмом во Второй мировой войне. Это могут доказать документы, хранящиеся в российских архивах. И их публикация подорвет авторитет Российской Федерации в мире и среди ее граждан. Путин признал, что помощь была важной, но как бы не настолько. Чего удивляться, когда убеждают, что ключевая роль в разгроме нацизма принадлежит исключительно российскому народу. Видим откровенную приватизацию победы. В контексте такой политики в России пропагандируется мнение о том, что помощь от США, Канады и Великобритании имела значительно меньший вес, чем цена, заплаченная Советским Союзом. Вообще считать вклад в победу количеством погибших, да еще и кичиться огромными цифрами потерь в сравнении со странами Запада, это нечто за гранью добра и зла. Тем не менее, это главный довод всех адептов победа Бесия в спорах о роли русского мира в победе над Гитлером. Любой нормальный человек скажет, что считать вклад по количеству трупов – безумие. Такую арифметику могли выдумать только коммунисты, чтобы прикрыть свою некомпетентность и пренебрежение человеческими жизнями. Американские и британские генералы тоже могли бы гнать толпы своих солдат на немецкие пулеметы и минные поля, как это делал Георгий Жуков. Но Жуковых среди англосаксов, к счастью, не нашлось. Поэтому американского генерала Брэдли в войсках прозвали солдатский генерал, а Жукова – мясником. Имел Жуков и еще одно погоняло – Жора Катафалк. А британский фельдмаршал Монтгомери, например, ласковое прозвище – Монти. В 1990-х среди российских исследователей распространялись объективные оценки Ленд-Лиза. Но с приходом Владимира Путина все изменилось. Он систематически внедрял в умы россиян мысль о том, что вклад США в победу, в том числе помощью по Ленд-Лизу, был незначительным. А однажды, в 2006 году, Путин и вовсе заявил, что Россия, как правоприемница СССР, полностью рассчиталась по Ленд-Лизу. Но, однако, никакого подтверждения этим словам нет. Идет к тому, что все сказанное против Кремля в контексте истории признается преступлением. Россия держится на своих скрепах. Одна из крупнейших скреп – это победа в так называемой Великой Отечественной войне. Без нее все рухнет. Многие материалы в отношении тех времен находятся в российских архивах, и поэтому они часто недоступны. Но с их помощью можно было бы установить окончательную историческую правду. Однако, даже анализ официальной статистики показывает, что, например, 70 из каждых 100 автомобилей Красной Армии, каждый седьмой танк, каждый четвертый истребитель, 9 из 10 паровозов были поставлены по Ленд-Лизу. До нападения Германии на СССР США вообще-то не считали нужным оказывать помощь Советскому Союзу. Причина была вполне объективной. Очень многие американцы, в их числе были и высшие руководители США, считали СССР репрессивным государством, мало чем отличающимся от нацистской Германии. Стоит напомнить, что СССР в союзе с нацистами принял участие в разделе Европы. И вообще, ко времени начала войны США лишь начали оправляться от последствий Великой Депрессии, и их экономика находилась далеко не в идеальном состоянии. Тем не менее, в марте 1941 года Конгресс США принял закон о Ленд-Лизе, который предусматривал, что президент США имеет право дарить, давать в аренду, продавать и передавать иными способами, услуги и военные материалы государством, обороноспособность которых жизненно важна для США. К числу таких стран были отнесены Великобритания, ее колонии и Доминионы, организация «Свободная Франция» и Китай, который вел войну с Японией. Однако, после того, как СССР и Германия оказались в состоянии войны, ситуация кардинально изменилась. Уже 23 июня президент США Франклин Рузвельт заявил, что любая помощь врагам Гитлера способствует обеспечению безопасности США. 24 июня он продекларировал, «Мы готовы оказать любую помощь России». Формальные переговоры с СССР на эту тему начались уже 26 июня. 30 октября 1941 года президент США Франклин Делана Рузвельт одобрил выделение СССР 1 миллиарда долларов помощи на борьбу против Германии и ее союзников. Деньги передавались в виде беспроцентного займа, предусмотренного федеральным законом о дальнейшем укреплении обороноспособности Соединенных Штатов и о содействии другим целям, известным как программа Ленд-Лиза. Несмотря на противодействие конгрессменов, уже 7 ноября Рузвельт подписал документ о полноценном распространении программы на СССР. Весна 1943 года. Только что отстояли Сталинград. В один из аэропортов Советского Союза прибывает представительская делегация Газдепа США. Поздравить со стратегически важной победой. Обговорить дальнейшие поставки продовольствия и вооружения. Хай. На встречу высокопоставленным американцам бежит десяток наших генералов и офицеров в кожаных пальто с хлястиками. Улыбки, рукопожатия, попытки обняться. Но почему на лицах гостей такое недоуменное выражение? Они старательно уклоняются от прикосновений русских военных и постоянно тормошат своего переводчика. Что-то не так? Беспокойство союзников передается и принимающей стороне. Ну, как вам сказать, начинает улыбаться переводчик. Они спрашивают, почему нас встречают одни шоферы? Где официальные лица? Комизм ситуации легко понять, если знать, что длинные двубортные кожаные пальто, в которых встречали американцев советские генералы, были спецовками заокеанских водителей, которые поставлялись в СССР по ленд-лизу, вместе со студы-бекерами. Новые теплые вещи до простых шоферов не доходили, а оседали на плечах расторопных тыловиков и офицеров. Все очень в духе русского мира, не правда ли? Интересный факт. Ленд-лиз имел последствия, о которых и не думали люди, запустившие эту программу. Так, во время войны в Корее американские солдаты обнаруживали, что на вооружении северокорейской армии состоят американские же машины, за несколько лет до этого поставленные советским союзникам для битвы с общим врагом Гитлера. Как говорится, без комментариев. До 1945 года СССР получил от США и Канады поддержки на 11 миллиардов долларов. Сейчас это около 164 миллиардов. Если поставленные материалы уничтожались или терялись в ходе боевых действий, то их оплачивать было не нужно. Только за то, что оставалось, нужно было заплатить или вернуть США в случае необходимости. Концепция программы предоставляла президенту США право принимать решения о помощи любой стране, чья оборона считалась для Вашингтона жизненно важной. Поставки из США шли в наиболее критические для Советского Союза моменты, когда шла битва под Москвой. Во многом это переломило ход войны. Можем говорить о Ленд-Лизе как об одном из решающих факторов достижения общей победы над нацизмом. Доставляли необходимое преимущественно море, Тихоокеанский, Трансиранский и Арктический маршруты. Плавали и через Черное море. Не все доходило. Потеряли где-то 7-10 процентов, ведь немцы за конвоями охотились. Пропагандисты Москвы уверяли, что помощь, оказанная западными странами, составляла не более 4 процентов от произведенного в годы войны в Советском Союзе. Об этом заявлял в своей книге председатель Госплана СССР Николай Вознесенский. Анализ поставок дает другие данные. Из США в СССР завезли почти 13 тысяч танков. 14-16 процентов от количества изготовленного в СССР. По самолетам от 12 до 16 процентов. Таких качественных автомобилей, как в США, в СССР не было. На Студебекеры ставили «катюши». Советские военные массово пользовались виллесами и джипами. Это делало армию мобильной. Две трети автомобилей в распоряжении советских войск до конца войны завезенные. Также самолеты и лодки. Союзники поставляли снаряды, винтовки, пистолеты и взрывчатку. Завозили паровозы и вагоны, которых в Советском Союзе было очень мало. СССР получил 2 миллиона 680 тысяч тонн стали, более 170 тысяч тонн алюминия, 29 тысяч тонн олова, 240 тысяч тонн меди, 330 тысяч телефонных аппаратов, 2000 радаров, 5000 радиостанций, 900 тысяч тонн взрывчатки, 18 миллионов пар обуви и так далее и тому подобное. Виллесы и Студебекеры стали основой транспортной инфраструктуры Красной Армии. Прославленные советские асы Александр Покрышкин, Борис Сафонов, Ахмед Хан Султан летали на истребителях, поставленных в рамках Ленд-Лиза. Многие советские люди смогли выжить благодаря американским продуктам, тушенке, муке, сухому молоку и прочему. США давали СССР высококачественные станки, так как советская промышленность не умела их производить. Благодаря американскому оборудованию построили часть своих самолетов и танков. США предоставляли материалы для производства высококачественной стали, высокооктановый бензин для техники, который в СССР производить не умели. Поставки шли аж до конца сентября 1945 года, хотя акт капитуляции Германии подписали 7 мая. Доставленные продукты были рассчитаны на кормление 10-миллионной армии в течение более чем 5 лет. Они доставались партийному руководству, гражданским и даже кое-когда заключенным. Важность помощи признавал советский маршал Георгий Жуков. Член политбюро Анастас Микоян говорил, что без нее война затянулась бы еще на несколько лет. Оно-то может и так, но сначала нужно разобраться с вопросом, отбили бы ли вообще немецкое наступление без Ленд-Лиза. Уверен, что нет. В августе 1945 года президент США Гарри Трумэн объявил о прекращении действия программы Ленд-Лиза. В течение 15 лет после окончания войны большинство стран, получивших американскую помощь, заключили соглашение с Вашингтоном о частичном погашении долгов по Ленд-Лизу. Конгресс согласился предоставить скидку на этот долг в размере 90%. СССР долгое время отказывался признавать свои обязательства по Ленд-Лизу. Сталин и Молотов категорически отказались выплачивать долги. Это был один из серьезнейших раздражителей в двухсторонних отношениях. Советская пресса постоянно твердила, посмотрите на мелочных американцев, которые требуют денег, в то время как у нас погибло так много людей. А для США получение оплаты за Ленд-Лиз было делом принципа. Американское общество построено на уважении условий соглашений, поэтому ему было совершенно непонятно, почему русские не хотят соблюдать договор. Кроме этого, согласно договору, оплате подлежали только лишь уцелевшие после войны ресурсы. Нужно было либо возвращать Студебекеры, Виллисы и прочее, либо расплачиваться за эту технику. Ну справедливо же, не правда ли? Но не для русских. Общепринятые ценности, честь, совесть и русские нигде и никак не пересекаются. Поэтому ни благодарности, ни признания вклада союзников в победу, ни простого спасибо от русских никто и никогда не дождется. Можно много раз спасать Россию от голода, как это делали США в 19 и 20 веке. Можно заваливать Россию ресурсами для победы над Гитлером, но русские все равно всегда будут считать западный мир своим главным врагом, якобы строящим козни и пытающимся обидеть русского человека. А между тем, без помощи западных союзников Ленд-Лиза и Второго фронта не было бы никаких русских и никакой России. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А также поддерживайте автора на Патреон, где можно смотреть дополнительный контент, а также ролики до официальных премьер. Для тех, кто любит читать, текст ролика будет доступен на сайте. Всем добра и здоровья! Субтитры сделал DimaTorzok